Известно, все больше вагнеровцов подтягивается к границе с Польшей, и они там проводят соответствующие мероприятия по изучению именно мест для прорыва польской границы, для того, как они будут заходить на территорию Польши, где это наиболее все будет, так сказать, благоприятно, и какие силы будут использоваться для того, чтобы двигаться в этом направлении. Правда, Лукашенко заявил, что сувалки типа это не Беларусь, ну так никто же не говорит, что пойдут белорусские войска. Пойдет международная, внегосударственная, частная военная корпорация, которая считает необходимым реализовывать свои интересы, которые для них представляются на этом этапе важными. И они считают, что заход в Польшу и получение соответствующих дивидендов от захода в Польшу данной частной военной корпорации, которая не является уже ни российской, ни белорусской, которая никому не подчинена, которая экстариториально, формально, формально. Мы не говорим как реально, мы говорим формально. То есть с точки зрения международного права данная корпорация имеет все возможности зайти и в Литву, и в Польшу. Так сложилось, так сложилось, и они для этого, у них опыт есть и Африки, и Сирии, и Венесуэлы, и всех других государств. И Нигера, который сейчас фактически полностью поставлен уже под контроль России. При этом тут как бы никаких сложностей нет, нет сложностей. А Польша фактически как бы она эту ситуацию как бы нагнетает, раскаляет, и она как бы сейчас сама на себя выводит удар. Особенно в связи с очень серьезными обвинениями Украины, претензиями к Украине. Ну и последнее, как бы вот обменялись, как известно, один из должностных лиц президента Дуды и его администрации, Марчин Пшидач, он возглавляет керевник офису испытаний международной политики в администрации, ну как бы отдела, да. Анджея Дуды в польском ЗМИ, Пшидач зауважив, что Украина отримала справді великую підтримку від Польши. И прямая речь, ей варто було почати цінувати роль, яку Польша відіграла для Украины противом останних месяцев и років. Вот, ну и соответственно, почему, как бы Украина тоже высказывает свои, в общем-то, жесткие требования, что Польша заблокировала, как известно, экспорт зерна через свою территорию и его покупку на территории Польши, и другой сельхозпродукции, в том числе и клубники, и малины, и вообще там всего, что только можно, что Польша совершенно необоснованно нагнетает проблему и требует, и принято было их там решение всем польским эсэймам и сенатам, что Украина должна извиняться за волынские трагические события, которые во время Второй мировой войны, к которому Украина вообще, как государство, не имеет отношения, поскольку Украины, как субъекта международного права, тогда не было, ну не было его. Как же государство может извиняться за то, за те события, когда его не существовало, и которые произошли совершенно в другом контенте, другими осуществлялись людьми в очень каких-то сложных процессах, и вообще там как бы, ну все это происходило в нерасследованном сегодняшнем реальном процессе, то есть документально подтвержденного всего того, что выдвигает Польша, про сто тысяч человек и так далее, а это не подтверждено, не подтверждено. А вот операции Вислы подтверждены, там все четко подтверждено, это делало польское государство. То есть вместо того, чтобы создать совместные группы, вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, Польша начала выдвигать и диктовать Украине все больше требований и условий, что Украина должна стать вассалом Польши. Ну вот этот посол Польши в Украине, его вызвали в МИД, и с ним, соответственно, провели определенные разговоры. Тогда вызывают, соответственно, украинского посла в Польшу, и выступил в связи с этим заступник министра закордонных справ Польши Павел Яблонский, который сказал, что сейчас есть много вопросов, у которых между Польшей и Украиной нет разговоров. То есть нет согласия. И он выяснил, что будет будущая встреча с представителями посольства. Розмога будет очень четвертая, она будет очень конкретная, как всегда. Мы передаем наши оценки, которые сегодня есть, про стан отношений Украины и Польши. И тут какие-то заявы, некоторых представителей влады, начебто, а с их стороны тоже есть заявы. Ніхто, он вважает, что у представителей Украины выбрали все в какие-то эмоции, однако Польша остается, чуете, поблажливой, оскільки на Украину напали, но Украина нападает на своих союзников. Мы керуемся политикой, вот это важнейшее, мы, и то же самое я сказал, их премьер, мы керуемся политикой польских национальных интересов, «Мы підтримуем Украину на стильке, на скільки-цее», и вот, пожалуйста, всем нашим, это очень важно, и при делах, которые в Украине депутаты и власти люди, на скільки-цее вид, повидая польским национальным интересам. И вот здесь это коренной, коренной, как бы, его месседж. И очень важно, что в связи с этим то же самое сказал Моровецкий, в принципе. То есть, получается, следующая ситуация, они, в принципе, это, как бы, переиначивание английского постулата, что у Великобритании нет врагов и друзей, в Великобритании есть ее национальные интересы, понимаете? И это означает очень простые вещи, что Польша действует так, как, только так, как и отвечает ее национальный интерес. Тогда очень важный вопрос, зачем Украина, если даже Польша так действует, у них говоря уже про Венгрию, там, про другие страны, то зачем Украина выступает щитом, форпостом, фортецией, которая прикрывает все другие страны в войне против России? Зачем Зеленский? Зеленский говорит, что будет, надо сражаться до перемоги. Но Зеленский перемоги быть не может, поскольку ее достичь невозможно. Известно почему, Зеленский. Может, тебе непонятно. Но это уже даже любому десятикласснику, который может думать, понятно, что если ты не производишь оружие соответствующего, если у тебя нет соответствующих систем для ведения войны, если твой человеческий ресурс в минимум по военной, по живой силе, минимум, если у них 67 миллионов, а Украина имеет, ну сколько там, 5 миллионов, то есть это в 12 раз меньше, то как ты можешь победить? Это невозможно. Это невозможно. Таким образом, если ты сам не производишь тюд, если страна банкрот, если все не производится, не оружие, если экономика рухнула, если 10 миллионов страны выехало, если половина народно-хозяйственного комплекса уничтожена, уничтожены целые города Зеленский, если каждый день гибнет и становится ранеными, инвалидами до 100 человек в Украине, только среди гражданских, если каждый день погибает минимум раненых на фронте 250-300 украинцев, Зеленский, о чем ты говоришь? Какая победа? Зачем ты врешь? Или ты находишься в состоянии психического аффекта, или ты специально врешь, или ты агент чужих держав, и тебе сказали, что надо уничтожить украинцев, и ты делаешь украинский геноцид, и обманываешь украинцев. Зеленский так только надо. Такие объяснения. Выход. Выход очень простой, особенно после заявлений Польши, и ухудшение с ней, резкого ухудшения отношений, это уже системно будет. В принципе, она переходит на позиции Венгрии, Орбана, их партии, Венгрии для Украины. Надо немедленно, надо немедленно отменять военное положение. Немедленно. Мы не можем быть жертвой. Мы не можем быть мясом для всех других западных стран. Для НАТО, для ЕС. То есть, Польша не отстаивала на вступление Украины в НАТО. Польша не предоставила нам всего статуса, который нужен для победы над врагом. То есть, Польша нас использует. Использует. И тех людей, которые миллионы выехали в Польшу, они поднимают благосостояние Польши. Это любому классическому политэконом, финансисту, теоретику, методологам, да и практикам понятно. На этом держится вся западная нынешняя модель экономики. Это модель, почему хозяйство развивается. Через потребление. То есть, если вы стимулируете потребление, вы стимулируете весь процесс воспроизводства, и фазу производства, и накопление предпосылку, и распределение, обмен активизируете. И, естественно, приезд минимум прошло через Польшу, минимум 5-6 миллионов украинцев. Они потребили определенный объем богат за свои деньги в Польше. Потребив это богатство, эти продукты, эти товары, эти услуги, таким образом, они оставили свои деньги в Польше. Они способствовали процессу расширенного воспроизводства в Польше, накопления стабильности. Причем украинцы же там оставляют доллары, евро и другую, свободно конвертируя валюту. Когда украинцы устраиваются там на работу, они создают таким образом адекватный, причем за меньшую заработную плату, за меньшую долю, меньшая доля дохода предпринимателей идет на заработную плату украинцам. То есть, это эксплуатация больше украинцев, значительно, чем поляк. Таким образом, оставшуюся часть дохода польский предприниматель может бросить на накопление, на оборотные средства, на получение больших заемных средств под гарантией, на расширение своего воспроизводства. Тут же это же так все просто, дорогие мои. Это я, блин, рассказываю истинный первым, вторым, третьему курсу, который я преподавал и так далее, политэкономия и прочее. Но я вижу, что в Украине сегодня при власти находятся обезьяны, недоумки, которые вообще этого ничего не знают.